У нас факультет, у нас факультет, у него все-таки такая спецификация, специализация. Она связана, конечно, с твердым телом. И у нас, скажем, магнитчики, дальше оптики или компьютерные физики. Это, конечно, направление, для которых спиновый гемертониан, спин, магнетизм, резонанс, электронная структура, энергетический спектр и так далее. Это очень важно сочинение. В меньшей степени это характерно, скажем, демолекулярно, но в такой же степени, как демогнитчиков и фоптиков, это характерно для низких температур, для отвердого тела. Это только молекулярно. Дело в том, что вы же знаете, что молекулярно у нас это пришельцы, или вы не знаете? Не знаю. Знаете? Нет. Как не знаете? Поликулярно у нас пришельцы зубит. Ага. В этом смысле. Когда, когда дно, вас левого еще раз светят, когда у нас тут дучит ректор, ректор, Василий Александрович Кузнецов, для того, что вы знаете его сына Александра Васильевича. Поэтому Василий Александрович Кузнецов ректор нашему, он был такой же добрейшей в душе человеку, как Александр Васильевич. Они не похожи внешне, он был химик, профессор Докимбак. Ну и вот ректор был у нас. Он такой вот, ну вот университетский совершенно человек. Ну где-то там нашим властям показалось, что университетский человек как-то в университете это уже, ну, или же таки. Решили, ну, ввести такого вот, ну, не университетского, зачем это всякое надо, все как-то либералы, или какие-то всякие. Ну и сейчас друг в другу. И тогда ректора у нас через опору партии, конечно, там в опору партии был такой, руководил нами, как бы в опору партии, добрый день, например. Вот именно так человек, добрый день, не добрый день, добрый день, добрый день, а там добрый день был. Он такой страшный полученный был. Он, кстати, из любви, вот страшные люди, управляющие много, они все из любви у нас. И вот он, значит, решил, чтобы на партии, такой, вводится, кончает университетский, вот, и засунул нам за счет декана Фистеха, тогда, ну, который стал у нас ректором, приносил все эти, ну, вот портрет его в 430, что ли, в 430, вот он из деканов стал университетским. Ну, и, соответственно, он привел с собой всех своих всю кафетру молекулярной физики из Фистеха. Ну, там оставил, конечно, карту, тоже и кафедра стал. Ну, и у нас появилась кафетра молекулярной физики. Вот такая история была. Ну, и мы их два любитцами все. Вначале, как-то, вообще, очень плохо к ним относились. Ну, со временем, как бы, так все сдружились, в общем, ребята нормальные все оказались. Ну, более-менее так все. В основном, я бы сказал, что хорошие ребята, он плохих не брал. Вот, и как-то постепенно они стали, в общем, нашими, интересными, они стали, скорее, университетскими. И УПИ стали относиться примерно так же, как и мы, УПИ-вцы там, ну, вот так и все. Все-таки у нас не удалось, по-другому, кстати, не удалось нас переделать в УПИ, вот. Хотя он очень сильно старался, сильно старался. Меня сразу деканом поставил физфака, вот это я, ну, креатура была превысящей. Почему? Потому что я вот когда молодой, был такой активный, вот так, вот, вот, кого-то, ну, там, кто-то подсказал, вот, молодой, я стал деканом, принял. Он же потом меня и выгнал из декана. Ну, отлично, я был несговорчивый декан такой. И отправил меня в Афганистан, это тоже, по-другому, ставить. Я из деканов сразу меня выгнал, я отправил в Афганистан. Советник Абректор Акогольского Мерситета, я хороший рекордов, бесплатный. И при этом еще одновременно со мной, вот, у меня есть деканов, выгнал, я отправил в Афганистан. А при этом одновременно он еще от него, вот, 402-й, там, висит, на стенке. Человек-эспонент будущий, Кременок Александр Васильевич Киряков. Он был замкафер общей физики. Он его вообще уволил от университета. Вот. А кафедра общей физики стала кафедрой общей молекулярной физикой. Он ее взял, как приедет, с кафедрой молекулярной физики. Вот такая история, видите, какая у нас. Ну, вы ничего не знаете. Ну, вот Александр Васильевич Кирякович, которого ректор уволил. То есть меня там просто отправил в Афганистан, а его уволил. Александр Васильевич уехал в Калугу. И вот писатель себе интересного его деятельности в Калуге. Осенью он уехал туда. То есть ясной его молили у нас. Осенью он получил госпремен. Госпремен получил за работу по лабораторам. Еще одновременно за лабораторию поставить. Он получил госпремен в большом коллективе с москвичами. Затем стал депутатом Госдумы. Затем стал представителем президента Калужской области. Он в Калугу переехал. И там был замдиректор института большого. И стал представителем президента Калужской области. Потом губернатором Калужской области. Это вот наш титов, которого выгляделся. Потом стал членкором Академии наук. Вот как я говорю, что я тоже тогда думаю, что меня Парик Горисович не вынужден со всем. Но в конце концов, видите, вот все бывает. Я зла никакого на преграсящие ни тогда, собственно, не держал. Потому что после чего такой был старый закалок. Он, знаете, такой коммунист настоящий. И, ну, что такое, я бы сказал, какая-то у меня была точка зрения? Ну, принципиально не было. Но он не воровал, не брал, ну, что-то. То есть он, наверное, вот такой. Сашин был человек бескомысл, вообще говоря. По многим отношениям был человек, вообще, выдающийся. Но вот у меня с ним и другие отношения доходили, но вот таких вещей, что там вообще расходились. А в конце концов мы стали, в общем, такими, ну, просто, хотя у нас разница в возрасте довольно приличная была. Друзья были такие, так. То есть он, на самом деле, очень хороший человек. Ну, вот, у меня свое представление о том, что хорошо и что плохо, скажем, чтобы вырастить. У меня свое было. Ну, вот, как-то так объяснилось. То есть вот, кроме маникулярной физики, у нас все остальные, это вот как раз такое, знаете, физико-консервное состояние. Вот, хотя и маникулярной физики сейчас тоже много занимаются, так или иначе физико-консервное состояние. Но это, тем не менее, отличает, скажем, наш ФИСФАК, вот, возьмите ФИСФАК, ну, другой, ну, какой-нибудь МГУ, скажем. Ну, правда, с МГУ сравнить очень сложно, потому что там физико-консервное состояние, потому что там физико-консервное состояние, как наш ФИСФАК, ну, как наш ФИСФАК, это, как наш ФИСФАК, это, как наш ФИСФАК. Такое сочетание, кто-то придумал, мы сработаем, в общем, нашу аппарату. Так вот, там, конечно, разные специализации. Ну, вот, скажем, если взять, например, теоретиков МГУ, да, то они, у них, конечно, скажем, ясенную физику, физико-консервное состояние, что делать, а экспериментатор, это, конечно, самый разный, конечно, есть. Я бы сказал, что, скажем, ФИСФАК, МГУ, вам много не хватает в специализации, а значит, и вообще говоря, в научной работе, того, что у нас на факультете, например, есть. Я просто, ну, я с ФИСФАК довольно давно и много, в общем-то, работаю совместно, там много раз и не волновичевал. В общем, больно и хорошо занимать ФИСФАК. И могу сказать так, что им не хватает немножко того, что у нас есть, не то, что без линьки, а то, что есть. И у нас есть просто хорошие профессионалы, экспериментаторы, делики, которые там нет, и они, в общем, это вот, и в этом, например, многие наши работают с ними. Ну, и, конечно, и наоборот, нас не хватает того, что им нужно. В доме есть и в УГУ, и в УГУ это повыше университетов, чем в УГУ. Кличка повыше, так? Ну, там и объем другой, и уровень другой. Но, в любом случае, спиновые задачки, это, в общем, задачка, они популярны. Вот еще могу пример привести, казанский, например, университет. Тоже это странная ситуация. Теоретики в казанском университете, это теоретики довольно далекие от теории конденсированного состояния. Я имею в виду теоретики, скажем, теоретики, но с другой стороны, там есть, скажем, казанина, чем известно. Там в 44-м году был открыт электронный парамагнитный резонанс. За войско, там, как раз, в Академию во время войны, ну, часть, по крайней мере, в Академии был в Казани. Понятно, что электронный парамагнитный резонанс и вообще магнитный резонанс в целом в Казани широко очень представлен. Это один из основных центров, вообще говоря, мировых даже, по магнитному резонансу. И, безусловно, там, конечно, без спинных задач можно никак не уйти. И в этом плане там народ очень подковывает, даже экспериментатор очень хорошо подковывает. Но есть масса теоретиков там, которые вынуждены, как мы так и начали заниматься тем же теорией магнитного резонанса, а значит, сфинные задачи решают. И в этом смысле наш факультет, скажем, тесно с казарскими физиками сотрудничает. Ну, друзья, например, наша, та же компьютерная физика, наша радиосметроскописта, то есть в порядочке МРЧ, у ЛАН, очень тесно связано с Казани. Ну, мы, скажем, я еще тоже сказал, очень тесно связан, у меня там очень много таких коллег, с которыми мы когда работаем и пересекаемся, так или иначе, на всяких защитах. Они оппонируют, мы оппонируем друг друга и так далее. Итак, спинные задачи. Ну, я начну с очень простой спинной задачки. Собственно, о ней мы уже говорили в свое время. Это задача на собственное значение собственной функции, то есть на нахождение собственной значения собственной функции. спинных операторах, я приведу некую подборку таких спинных операторов. D, S, Z в квадрате, плюс E, S, X квадрат, минус S, Y в квадрате. Самый простой, казалось бы, такой оператор. Ну, правда, есть еще проще, вот если оставить только первую часть, то S, Z в квадрате будет совсем уж просто. Дальше, оператор, ну, скажем, вот такой, V равняется, сейчас соображу, так, V, Q, R. Вот так, V, S, X, S, Y, плюс S, Y, S, X. Вот такой оператор. Ну, и разные варианты X, Z, Y, Z, семеничные комбинации. Вот два таких типичных представителя из ряда операторов спинных. Ну, можно назвать по-своему спиновых гамильтонян. На самом деле, для магнитчика, например, да, то, что здесь записано, я имею в виду физическую, так сказать, подкладку за этими операторами, это спиновая анистропия. Магнитчика называют это гамильтонян спиновой анистропией. Причем, здесь видите, один спин фигурирует всего, да, но в этом случае магнитчик скажет, гамильтонян одноионной спиновой анистропией. Вот такой термин будет у него. Популярный очень термин, но магнитчиком. То есть это спиновая анистропия. Почему? Да, дело в том, что если на крышки эти вот не смотреть, это просто некая энергия тогда будет, так? Энергия, ну-ка, она явно зависит от ориентации спина. Ну, а спиновая или магнитная анистропия, это как раз энергия, или часть энергии, которая зависит от ориентации спинов или магнитных магнитков. Это спиновая анистропия. Ну, для резонанса, для магнитного резонанса, для резонансщика, это тоже спиновая анистропия. Они не говорят магнитная, они чаще говорят спиновая анистропия. Найти, собственно, начали собственные функции. Ну, давайте так, потихоньку начнем с задачкой решать. Скажем, во-первых, здесь неопределена величина спины, не заданная величина, не просто, не заданная величина спины. Ну, давайте начнем. Первое. Пойдем спин, одна-вторая. Как бы я возьму квантовый спин, то есть минимальное значение, не тривиальное. Одна-вторая. Спин одна-вторая называется квантовым спином. Спин одна-вторая. Я утверждаю, что в этом случае никакой спиновой анистропии на самом деле нет. И эти операторы вырождаются просто константой. Да. При спине одна-вторая. Матрицы, то есть матричное представление этих операторов. Матрицы, мы создали матриц Паули. Мы с вами проходили матриц Паули. Для матриц Паули справедливы вот такие соотношения. Смотрите. Мы записывали. С, ну, почему матрицы Паули маленькими С обозначают. С, И, С, Й. Антикоммутатор. А, это здесь антикоммутатор фигурирует, так? Равняется. Одна-вторая. Дельта-Йон. Вот свойства матриц Паули. С, И, С, Й. Разняется одна-вторая. Дельта-Йон. Дальше можно записать отсюда же. Смотрите. Если И, Й одинаковые, так? Одинаковые. То тогда С, И в квадрате. Плюс С, И в квадрате. Это же антикоммутатор. Это симметричная комбинация. Это будет 2, С, И в квадрате. Равняется. Одна-вторая просто. Одна-вторая на единичную матрицу, по идее, надо. Так, не говорить. Ну, тогда С, И в квадрате просто одной четверти будет равняться. С, И в квадрате. Равняется одной четверти. Ну, кстати, я ниже напишу. Сигма, И в квадрате. Это матрицы Паури, которые отличаются от спинном в два раза просто. Единичка. Ну, все время написали. Ну, если в квадрате, значит, в два раза матрица отличается, в два раза меньше, значит, будет одна четверть. Ну, что это означает? С, И в квадрате, просто одна четверть, на самом-то деле, на единичную матрицу. С, И в квадрате, одна четверть, С, И в квадрате, одна четверть, это вообще ноль сразу слагаем. И в случае спина, значит, одна вторая, следующий мы имеем. Это ноль. Потому что, видите, если и идет разный, ноль справа. Ну, а первый оператор, В равняется, Д, З, в квадрате, переходит просто одну четвертую, Д. Все. Никакой анистерапии нет. То есть, повторяю, в первом случае, в письме, не одна вторая, это слагаемый. Просто вылетает ноль, а первое слагаемое дает одну четвертую, Д, в константу. Ну, а это ноль будет. Совершенно удивительный результат. Но он, о чем говорит о том, что все-таки квадратная механика здесь, а не классика. Представьте, что вы магнитчик такой, кондовый магнитчик. Вы крышки эти вообще не пишите никогда, начиная с третьего курса. Вот, и всю жизнь. И для вас, что крышка, вам крышка что-то мешает. Ну, без крышки пишите. Для вас, это X, это X компоненты вектора спина. К спину пределам магнитный момент для вас, да. Вот это вы говорите, а, это магнитный момент фактически. В определенных единицах. Это магнитная эстерапия. Поэтому, вот давайте сейчас представим себе, как классик магнитчик будет анализировать все это дело. Ну, здесь АЗ, 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 значит, вот надо величину спины взять классического, да. И, АЗ, это на косинус дета умножить, да. Все. Магнитчик тоже пишет, что В, в данном случае, но, зачем, ему В тоже мешает. Он просто говорит, что это энергия, просто это энергия, не стратегия. И, Е не стратегия ему пишет. А, является D, S квадрат, ну, S возьмем единичку, ну, ладно, да, не напишу, хорошо, чтобы S квадрат. На косинус квадрат дета плюс Е, S квадрат на, ну, а тут S, X, это синус дета косинус фи, синус дета синус фи, значит, будет синус квадрат, да, синус квадрат дета на косинус квадрат дета на косинус квадрат дета на косинус двух фи, да, значит, будет так, синус квадрат дета на косинус двух фи. Вот, как он распишет эту энергию. Явно, конечно, зависимость от ориентации вот этого спина классического, ну, вот эта энергия не стратегия по магнитчику. вы видите как он проблется рукам лежать я в том что где надо спины по его представлением пусть и не 1 2 это 1 2 то есть он просто сайта 4 4 ну или все то есть у него заработает это не стопить в случае когда она не должна работать потом я не говорю что случае спина 1 2 не они страде константа или 0 подавить как сильно прогрется ну а если спин будет не 1 2 а единица ну тут пожалуй уже заранее можно сказать что тут пожалуй уже такой классический подход и квантовый уже более не близки будут но не так они будут в разные стороны смотреть к случаю спина 1 2 но если спин будет не единица скажем там большой восьмерка ой там вообще уже классический и квантовые результаты относительно близки может совсем но если спин миллион а вот при спине 1 2 видите какая призводика дуба магнитчик такой вот вдумчивый пошел запомнить на всю жизнь что для спина 1 2 1 и он не стоит и 2 порядке нет поэтому если ему попадется например вот такое соединение например как у фрубов где куб 2 плюс имеет спин как раз 1 1 2 купом 2 плюс вот здесь да ну здесь по 2 минус вот смели там спина 1 2 все в этом соединении ждать 1 и он и строки и для меня не надо по-другому говори мы очень может экспериментально это проверять смиряет свой смартфон и там если есть магнитная строки и туда другое происхождение имеет уже не одновременно и вот такая ситуация но хорошо тогда идем дальше 2 спин следующий единица спины единица ну на самом деле при спине единицы давайте посмотрим как при спине единица можно быстро искать собственное значение собственных функций этих операторов мы смотрим два случая они полезны в первый случай когда мы задачу будем решать ну таким я бы сказал может быть частным образом но оптимальным наиболее оптимальным случаев а потом еще порешали и общим образом таким универсальным методом который работает при любом значении спины и в целом методом мы знакомы собственно и с первым тоже знаком вот сейчас мы попробуем реализовать и так спин единица ну начнем с этого оператора ну для этого надо матрицу записать оператор так при спине единица матрица какого размера 7 матрицы и спине единицы вот в этой ситуации неправильный ответ дает положительные папу а никакой ответ не неправильно говорит смело сколько вы думаете матрица 3 на 3 3 на 3 конечно нужно запомнить что с фиксированным спином связано всегда 2 с плюс единица состояние который отличается ориентации его то есть она на печать проекции спина на выделенном направлении у спины единица в принципе 3 зачем 0 минус 1 3 значит матрица 3 на 3 вот эту матрицу номинант читать но здесь есть одно очень важное дело в том что в случае спины единица или в случае орбитального момента единица вот эти три функции и функции образуют на самом деле вектор обычный обычный вектор но и школе данный свектором за это как работа вектор из лекси и взят компоненты и какое отношение это имеет к смс вы кстати говорили сейчас есть повод напомнить и напомнить и вспомнить связи уже с кабинетной задачи и так смотреть случае спина единица и лучше сказать так случае момента единица как может быть орбитальный момент перед у можем говорить о трёх состояниях двумя способами мы можем ввести 3d картовых состояния то есть эквиваленты x и з компонент этого верно ну то есть вот эту функцию в 7 sms но если это соединиться да это векторная функция можно записать так все с крышки для каждого компонента а значит можно ввести все x и з вместо трех компонент при соединиться я напомню м с пробегая значение 0 плюс минус 1 пить как это очень важно это такая маленькая деталь которая позволяет на самом-то деле он иногда не очень нам понятны смс вот этих перейти к нам более понятным векси визит к обычным кружим векторами понятнее же да а как связь между ними а мы с вами говорили я в том что пресс единичка это три функции все один м дем равно 0 плюс минус 1 это те самые неприводимые компоненты вектора неприводимые компоненты вектора и связь очень простая пси 1 0 это пси за все один плюс минус 1 минус плюс единица на корень из 2 вы писали все эти связи с вами все x плюс минус и все игры вот как связаны эти значит неприводимые компоненты вектора то есть представление на самом деле и декартовые компоненты правда вот эти простые соотношения они конечно работают для вектора то что в данном случае для спины единицы если будет спин двойка например так и там три вторые все к сожалению придется об этом забыть уже и тогда значит придется работать вот в этом базе а сейчас у нас есть возможность переписать эти функции в базисе декартовом ну то есть декартовом поясе у вас три состояния psi x y z или psi 1 2 3 да и тогда вот эта функция перепишется вернее эта матрица перепишется таким образом и тай , и в его корабля где у вас выполняете видео дело в том что матрицей спина единица на декартову базис connects к свалюçонов ч Barbab выглядела и с в данном случае спин соответствующие единички с и указ к компонентам ее равнялась то есть матрицы спиновые матрицы на декартом вальсе ну естественно для спины единицы они тривиально простые матрицы из компонента лечили давать не одни нулирующим этих матрицах параденечек полтается мне при строчке столбцами все вот матрицы все нам понятны а если понятно эти матрицы то матрица сз понятно сз квадрате получим с x квадрате все получим считаем и так все подставляю сюда то есть вот вместо матрицы z мы в прошлый раз писали я его в среднем будущем так их порчи делается и так давайте я все распишу и так матрица значит вот этого оператора b и так d ну а дальше z квадрате расписываем d z квадрате поля так это сами вот аргументом плохо сосчитаю давайте все таки обматриваться зацепим и пишут так матрицы вот она смотрим сюда значит третья строчка 3 столбец так здесь 0 0 0 0 0 0 а вот первое вот этот блок в нем по диагонали тоже нулей ну а здесь вот первая строка второй столбец первая строка второй столбец 1 3 2 это минус единичка и еще и минус и минус и а здесь и ну значит z квадрате пишем з квадрате равняется з квадрате мы перемножали в прошлый раз в прошлый раз помните мы с вами с квадрате с и в квадрате а з квадрате писание на самом деле только мы сумму и брали для того чтобы с квадрат найти а сейчас нам нужно видеть вот другая комбинация но все очень похоже будет так и так з квадрате перемножаем здесь что вот этот блок стоит из нулей все равно 3 3 столбец 3 строка из нулей здесь вот этот квадрат пойдет так этой матрицы но обратите внимание что эта матрица минус и и это точности матрица сигма игр но на квадрате и лично дает матрицу 1 1 1 1 0 0 0 вот так и но если считаете так что вот я расписываю с квадрат 1 1 z квадрат 0 0 0 0 0 0 0 плюс е ну а теперь значит там надо матрицы с квадрата расписать но мы с вами тогда еще говорили когда рассматривали вот это представление и все эти матрицы с квадрата расписывали здесь у вас видите вот эта матрица сигма и на самом деле она стоит в блоке 1 2 если я буду писать с x то такая же матрица будет стоять в блоке 2 3 то есть вот в этом блоке а если я буду с игрек писать то она будет стоять вот в этом блоке оп 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 все видите как легко а посему с x квадратик вот так же похоже абсолютно да только видите здесь здесь было z квадрате две единички стояли на первом втором месте а сейчас здесь будет ноль а единичку стоять на первом и третьем месте это вот одна матрица и минус с и в квадрате с и в квадрате нахожу но все то же самое только теперь вот этот блок нулевой как нет неплохут этот вот а строчка нулевая столбец нулевой будут на втором месте а значит вот эти вот единичку стоять на первом и третьем месте и так матрица так будет выглядеть кстати обратить внимание все матрицы диагональны это вселяет оптимизм в том смысле что матрица в сразу будет диагональны сразу будет диагональны давайте посмотрим и так пишем первые окончательно вы равняется все все матрицы объединяю в одну посмотрим здесь д д будет так дальше плюс здесь у меня что будет на первом месте а д минус е будет так дальше значит д д минус е 0 0 дальше 0 здесь д плюс е 0 0 0 0 вот так вот видите как матрица выглядит ну ладно найти собственную число и матрицы нечего искать то есть мы обратите внимание между прочим в планте механики это вот постоянная ситуация я много раз об этом говорил что в планте механики выбор способа описания это уже пол дела а иногда и все дело выбор способа описания то есть выбор математики которые вы пытаясь описать задачи в данном случае видите нам что помогло матрицу представить суперпростом видим а это выбор декартов вайса и мы сразу видим что собственные значения то есть то что магичный зовет возможное значение энергии магнитоэнстропии д минус е д плюс е и 0 д минус е д плюс е и 0 все я могу написать внизу собственное значение этого значит е е вот все варианты 0 и еще вариантов 2d плюс минус е все задачка решена а правда вопрос такой кстати вопрос иногда в тупик приводит скажем так студента это нашли собственные числа а собственный вектор в собственно числа собственные векторы но теперь смотрите внимательно как они будут собственные вектора здесь не надо специально искать они остаются собственно да не готова матрица диагонально поэтому собственный вектор но теперь смотрите внимательно вас ведь каждому собственному значению должен должен соответствовать свой собственный вектор свой смотри d минус е это у нас первая строка первый столбец и туда соответственно все и и x ну первым и нечего это psi 2 это все три вот поэтому сейчас я спешу так 0 все три собственный вектор здесь два это все x верхний знак и все играть нижний знак в силе нижний знак апси 2 это первый знак а они нет нет я перепутал перепутал все ворота вот так вот psi 2 тоже надо об этом то есть задачка совершенно три я не стал ну точно даже можно решать вот эту задачу мы тоже вы сами будете попадет такая задачка на контроле немножко посложнее здесь хотя идея та же самая матрицы исходный как бы вам известны перемножаете их получаете матрицу 3 на 3 на рисунке и все особо проблем там не будет вот пример задачки 1 а теперь эту же задачу решить универсальный методом который работает в принципе при любом спине то есть это такая тяжелая артиллерия но это тяжелая артиллерия в данном случае приведет прямо честно к усложнению решения но тем не менее это универсальный метод и скажем если мы берем спин не единица 3 любой следующий и вторых там двойка 5 и так далее так уже декартовый базис не пройдет то что мы использовали да и ничего кроме универсального метода общего пока не придумано поэтому с ним надо познакомиться повторяю что в случае спины единицы он как раз не оптимально и так поехали по-другому забыл я проды картовый базис работаю в базисе с.м. состояние ну тогда у меня и матрицы надо спиновые на базисе с.м. состояние то есть вот такого типа матрицы должен тогда спиновые посмотреть sq вот мы их писали с.м. штрих вот такого типа матрицы нам надо 3 на 3 где q пробегает теперь уже нет x y z а q 0 плюс минус 1 0 плюс минус 1 в этом случае матрица с.м.с. кстати сразу можно написать мы с вами матрицы эти расписываем можно сразу же написать здесь вот такое соотношение что эта матрица пропорционально дельта символ дельта символ минус m плюс q плюс m штрих точка запятой 0 то есть если вот эта сумма минус m плюс q плюс m штрих не 0 это 0 ну мы записывали матричные элементы поэтому если там дельта символы все собрать мы записывали эту матрицу в две строчки при q равном нулю при q равном плюс минус 1 но если объединить эти две формулы то вот такой дельта символ можно вытащить при q равном нулю означает что m и m штрих одинаково диагональной матрицы конечно а если q не равно нулю то это означает что m и m штрих должны отвечать на единичку это вот наличие этого дельта символа позволяет еще говорят много о матрице сказать где 0 а где не 0 и так вот поехали значит нам что надо будет нам нужна будет матрица z вот она здесь из аспадрате потом она очень простая матрица я сейчас выпишу и потом уже матрица x и y но здесь видите здесь же кусты и поэтому нам нужно с x и y расписать через с q с плюс минус 1 как это делается сложно вот у меня ведь и связь какая точно такая же связь будет и для любого вектора любого вектора частности для с плюс минус один я могу написать минус плюс единицы на корень из двух с x плюс минус единиц и вот это вот обратите внимание видите как мы связь пишем и для векторной функции это спина единицы был а для вектора в момент конечно движения точно такая же связь точно такая же связь как здесь оператор с вектора отсюда я с x и с y могу найти и так считать с x отсюда и сейчас должен что сделать вычесть из нижнего верхняя там на корень из двух и будет единица на корень из двух с минус один минус с плюс один пилос accurate вот как и с x и вверх Итак, S, Y, это будет I на корень из 2, S плюс 1, плюс S минус 1. Вот как S, X, S, Y выражаются. Ну, тогда можно комбинацию S, X квадрат минус S, Y квадрат записать. Вот, через операторы S плюс, S минус. Ну, давайте попробуем. S, X квадрат, значит, S минус квадрат, там плюс S плюс квадрат. Ну, хотя давайте посмотрим. S минус квадрат, а тут будет, ой, тут не вредничество, и вот с минусом, не вредничество, и вот с минусом, да, тут удвоится, значит, S плюс квадрат тоже удвоится за счет того, что не вредничество стоит. А вот перегресные слагаемые, S минус на S плюс, S плюс на S минус, они скомпенсируются. Поэтому на самом деле, S, X квадрат, видите, мне нужно в этом случае переводить оператор, все эти спинные операторы здесь в неприводимые компоненты, в кум-компоненты. Вот я этим занимаюсь как раз, S в Y квадрате, чего будет равно. Ну, вот я уже сказал, значит, здесь вот, то, что S плюс, S минус, это удваивается будет, причем они с одинаковыми знаками пойдут. Так, одна-вторая, одна-вторая, там, ну, то есть, х идиничка, х идиничка, х идиничка, это очень просто, да, S плюс 1 в квадрате, плюс S минус 1 в квадрате. Вот, видите, как комбинация будет видна. То есть, что я делаю в начале, вот при таком подходе к решению задачи, я должен исходный гамильтониан переписать, заменив здесь декартовые компоненты на неприводимые, если я пользуюсь универсальным общим методом. Итак, мой оператор теперь будет следующим образом выглядеть. V равняется T S 0 в квадрате, плюс E, S плюс 1 в квадрате, плюс S минус 1 в квадрате. О, видите, как мы видим. Кстати, обратите внимание, что эти операторы плюс-минус, это как операторы А и окрест возле типа. Они M, там, M повышали, понижали на единичку операторы А и окреста. Здесь операторы S плюс-минус M понижают, ну, соответственно, на единичку или повышают на единичку. Но оператор S плюс 1 будет повышать M на двойку, оператор S минус 1 будет понижать M на двойку. Вот, видите, как выглядит матрица. матрицу пишем элементарно во первых договариваемся о нумерации строгих столбцов в случае декартового базиса нумерация естественно было первый столбец x 2 y 3 элемент базиса сейчас ну может так вот здесь вот м надо писать матрица и какая-то я подбегаю значение 0 плюс минус а нет анда я синичными шторки с минус 1 тоже ну давайте так вот первая строчка м ровно нулю потом я ввиду напишу итак первый столбец вернее 0 2 плюс 1 скажем здесь минус один ну соответственно строчек также будут первые м равна нулю вторая м равняется плюс 1 3 м равняется минус 1 итак пишем вот d z в квадрате что будет но матрица z диагональная по диагонали будет стоять что собственное значение m z в квадрате будет матрица тоже диагональ под диагональ в квадрате здесь м равно нулю первый столбец первого строка ничкосу 0 останется дальше матрица диагонально здесь по единичке но умноженное на д д д д д д д д смотрите это вот эту матрицу расписали остальное все для нее 0 ну я сразу вторую матрицу пишу как здесь интересно сайт оператора вот сюда вот этот оператор понижает м на единичку значит какие у нее матричные элементы отличные от нуля будут а только такие где справа то есть столбец м равно плюс 1 а слева столбец м строками минус 1 потому что они отличаются на двойку как раз поэтому вот этот оператор имеет единственный отличный матричный элемент я только выписываю минус 1 с минус 1 в квадрате плюс 1 вот такой матричный элемент а его место здесь столбец плюс 1 вот он строка минус 1 3 о вот его место но число которое нужно сюда поставить надо его посчитать ну я матрицы знаю я просто воспользуюсь тем что мне все уже известно да я на самом деле я просто ель а вот этот матричный элемент да кстати вот для этого оператора е на с минус квадрате все остальные все нули будут теперь первых слагами что здесь наоборот для него надо чтобы эти два строка столбец тоже отличались на другую сторону плюс один минус один из оператор повышает на двойку значение то есть минус один переведет плюс один и коэффициент тоже емут а все остальное 0 так вот она матрица как внимание в новом пальце матрица хуже чем в старом пальце в старом базе какая-то пола простая но ведь вы же убиваем сразу сами себя и двух зайцев еще или наоборот взяться только самих себя у нас время уже закончилась учат буквально два слова видите в старом байсе она вот какая-то новая свобода какая-то не дегональны но собственно зачем должны же остаться теми же самыми тактики вы запомните что вот такой матрицы 0 0 е е 2 2 2 собственное значение мы об этом уже говорили матрица типа 0 0 1 1 пропорционально это плюс минус е собственное значение поэтому получите три собственное значение какие 0 d в этой матрице плюс минус е д останется здесь д плюс е д минус е вот они все так и будут собственное значение а собственный вектор идет сосчитать я в том что вы считали доказали что это собственные векторы соответственно все из силе сезет а здесь же у нас стоят другие совершенно ведь и другие совсем компоненты этой функции поэтому собственные векторы должны быть комбинацией ну так и будет вот одна останется такси z до 0 и z а из этих двух комбинаций из этих двух состояний уже взять вот две комбинации сумму и разность ну вот вот они такого типу комбинации сумма и разность они они на вам дадут соответственно функцию в сиденье функцию все все